Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 30 июля, день Марины, назван честь страданий святой великомученицы Марины. Девнадцатилетней девочкой она услышала от одного человека Божие Слово о Христе Иисусе и распалилась сердце ее божественной любую. За отказ принести жертву идола была жестоко пытаема, потом хотели утопить, но затраслась земля, веревки развязались. Сверху над головой мученицы засияли лучи несказанного света и явилась белая голубка, сходящая сверху, подобно солнцу, свинцом золотым. На Руси считали, что сегодняшний день – время молнии и зорниц, которые предвещали засух и пожары. Запрещалось смотреть на молнии и без особой необходимости выходить из дома. В этот день наблюдали за погодой и по приметам судили, какой будет наступающая осень. Приметы. Если сегодня гроза, осень будет дождливой. А вот жаркий и сухой день сегодня предвещает малоснежную, но холодную зиму. Если днем очень жарко, а ночью холодает, следующий день будет ясным и солнечным. То есть петрушка является прекрасным, мочегонным, естественным средством, которое можно применять для отеков, для очищения. Так получается, вот утром встали отекшие, корень петрушки съели. Крышечек петрушки действительно мы с вами можем просто-напросто или натереть на терочке. А я вот сейчас вот отрезала эту пимпочку, да, и хочу попробовать. А вкусный. Я все сравниваю с известным мне сельдереем. Сельдерей более острый, как оказалось. А этот сладковатый. А вот еще вопрос. Кора. Есть ее с корой или не есть? Кого ее? И напоминает чем-то морковку. Да, но более ароматная. Более ароматная. Да, она как будто с духами какими-то, с парфюмом. Ну действительно, у петрушки есть еще вот этот вот как раз верхний слой. Да. Вот если мы его берем. Вот это как раз кора. Кора. Что в коре у нас? А здесь как раз белая мякоть. Как правило, что у нас содержится в коре? Так как петрушка, смотрите, погружена в землю, соприкасается с землей. А в земле мы знаем. Там, он говорит, и различные микробы, и различные... Да, товарищи, которые нам совсем не товарищи. Да. И эти все товарищи, что они норовят сделать? Они норовят любое, что попадает в землю, съесть. Вот. И петрушка вот этим вот запахом, оказывается, она отбивает, она защищается от грибков, от бактерий. И особенная мощная защита оказывается... В коре. В коре, да. И в коре больше всего микроэлементов, потому что в мякоти их гораздо меньше. Поэтому, если вы хотите иметь мощный мочегонный эффект, кстати, петрушка за счет своих эфирных масел и способствует тому, что дробит все в организме. То есть попадает... Камушки, песочки. Разные камушки, песочки. Особенно вот, когда она в круг всасывается, идет, промывается через почки, значит, вот эта вот ароматная жидкость, то бишь круг, начинает делать свое дело. Своим ароматом дробит разные там отложения в песочек. Вот. Кора. Кора действует еще более сильнее. За счет своих вот этих вот микроэлементов, потому что микроэлементов здесь несколько раз больше, она способствует тому, что и очищает нас лучше. То есть после того, как мы используем, допустим, ну, сок, салат, или же просто-напросто берем кору, ни в коем случае ее не выбрасываем, мы эту кору собираем, высушиваем, потом отвариваем, можно в суп, можно пить. Прекрасное средство для очищения организма, для растворения разного рода солей и выведения их из организма. Но опять-таки, использовать их надо постепенно, то есть петрушечку. Почему? За счет сильного, мощного, очищающего действия. Сразу как прослабить. Поэтому, если вот говорят так, сок, белый сок петрушечки, ему больше чайной ложечки не рекомендуется, чтобы вас сильно не прослабило. Уже столовая ложка – это очень большая доза. А если полстакана, это уже я не знаю, что с вами может быть. А если сок из коры, корни петрушки, так там вообще капелька. Но это я шучу. Просто мне, знаете, что понравилось для того, чтобы я сама себе запомнила на всю оставшуюся жизнь. Образ пограничника. Получается, что это кора, это пограничники. На границе ветер ходит хмуро, край суровый, чем-то там объят. И еще важно отметить, что растение, любое растение, как растущее на поверхности земли, так и особенно в зиме, уже сказал, защищается. Вот этот вот сок, который там находится, он уже содержит биологически активные вещества, подавляющие жизнедеятельность различных микробов. Поэтому, если у нас вдруг что-то имеется, там же бурчало в животе, имеется какое-то расстройство, можно сока петрушки, можно выпить отвара петрушки, и будет прекрасно действовать. И, кстати, о растворяющих свойствах сока петрушки, говорят, такое народное средство, как веснушки сводит с помощью сока петрушки. Да ладно. Растворяет. 28 лунные сутки. Ввиду того, что энергетика этих лунных суток очень благоприятна и гармонична, ее олицетворяют с лотосом. Сегодня поддерживайте у себя приподнятое возвышенное настроение. А чтобы удержаться на волне гармонии и благости, которую несет этот день, контролируйте свои эмоции. Обязательно сделайте себе праздничный обед из красивой, вкусной и легко перевариваемой пищи. Не следует сегодня тяжело физически трудиться. Все должно идти легко и радостно, доставлять удовольствие и не нарушать гармонии окружающего вас мира. Сегодня снятся вещи и сны. Отнеститесь ко всему, что вам приснится серьезно. Ведь сны, как говорили древние мудрецы, это послание нам из будущего. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok